В 15-й школе Магадана новый директор. Мэр областного центра Юрий Гришан посетил учебное заведение, чтобы обсудить планы и перспективы учреждения. Одна из главных проблем школы – нехватка педагогических кадров. На данный момент действующие учителя выполняют двойную нагрузку. Специалисты обсудили возможность привлечения преподавателей из других регионов. Привлечь специалистов из других регионов не так просто, утверждают специалисты. Как минимум, нужно предоставить педагогам жилье. Тем не менее, градоначальник обязал экспертов проработать этот вопрос. На совещании обсудили внешний вид здания, затронули тему подпорной стены и асфальтирования территории. Для решения всех этих вопросов руководство школы будет взаимодействовать с городским депутатом Алексеем Гавриловым. В учреждении обучается более 600 человек. Смена одна, однако, приходит в школу дети в разное время. Ступенчатую систему используют для профилактики коронавируса. Ученики активно занимаются и внеучебной деятельностью, например, добровольчеством. Позапрошлым году мы принимали участие «Добро не уходит на каникулы», получили грант, именно волонтерское движение. В прошлом году мы подавали на городской конкурс, точное название сейчас не вспомню, тоже связано с волонтерством, и получили диплом. Ежегодно у нас проводится акция, уже много-много лет, это акция «Помоги неизвестному другу», «Помоги пушистому другу», «Книга в больницу» и другие акции. И непосредственно у нас, начиная с начальной школы и заканчивая выпускниками, данные акции принимают все дети, то есть стараются как-то принять, предположить частичку себя. Учебное заведение активно сотрудничает с другими организациями. Например, с кванториумом. Ребята посещают в ней урочные занятия. Сама школа с углубленным изучением математики и физики. Специалисты комитета по хозсубъектам совместно с работниками полиции проверили, соблюдают ли пассажиры общественного транспорта масочный режим. Напомним, согласно постановлению губернатора, продлен такой режим до 31 октября, поэтому в общественных местах магаданцы должны использовать средства индивидуальной защиты. «Если выявляется ограждение, которое без маски, вставляется административный материал. Последствия передается в суд. На данный момент, да, больше 50% без масок». Такие рейды специалисты проводят несколько раз в неделю. Проверяют маршрутки и рейсовые автобусы. За несоблюдение масочного режима в транспортных средствах магаданцев ждет штраф 500 рублей. Магаданская школа бокса продолжает модернизироваться. Как уже ранее сообщал Вечерний Магадан, областные депутаты своим решением выделили спортшколе финансирование в размере 3 миллионов рублей из средств особой экономической зоны. Все необходимые процедуры по выбору подрядчика и заключению договора выполнены и теперь в школе бокса идут ремонтные работы. В нашей школе сейчас проходит ремонт. Все вспомогательные помещения, раздевалки, душевые кабины, туалеты. Все приводим в соответствующий вид. Это все благодаря решению депутатов областной думы и выделенных средств из экономической зоны. Ну, надеемся, что наши боксеры будут достойно выступать после таких тренировок, после таких условий. Помимо ремонтных работ во вспомогательных помещениях до конца этого года будет заменено половое покрытие в обоих спортивных залах. Также в этом году школа бокса получила миллион 200 тысяч рублей из средств муниципального бюджета на замену системы вытяжной вентиляции. Работы полностью выполнены. А в рамках национального проекта, получив целевое финансирование из федерального бюджета, учреждение уже закупило новое профессиональное оборудование для силовых тренировок и беговую дорожку. Совершенствование материальной базы позволило школе бокса в этом году добиться хорошего спортивного результата. Сразу два спортсмена получили мастера спорта. Это вот такая вот производится отсыпка. Грунт непонятный. Это просто глина. Даже непонятно. Серега, а наступи на край, чтобы было видно, что у тебя следы останутся. Вот, пожалуйста. Вот они, следы остаются. Это человек идет. То есть в этой ситуации мы видим, что дорога отсыпана совершенно непонятно каким грунтом. Вот видно, что отсыпали грязью. Сверху закидали скальни, как же понятно. Вот это вот получилось вот так вот. Да, вот такая колейность здесь сейчас. Активисты Общероссийского народного фронта Магаданской области провели очередной мониторинг по ремонту и строительству участков колымских дорог. Осмотр дорожной сети регионального значения вызвал массу нареканий со стороны экспертов Народного фронта и контролеров учреждений Дальний Восток. Объекты оказались не готовы к сдаче. Работы не были выполнены в полном объеме. Нарекания вызвали пять участков. Два из них на автодороге Палатка-Кулу-Нексикан, участок дороги Черный Крюч-Гадля и два участка на автодороге Магадан-Балаган-Эталон. Общая сумма контрактов превышает 2 миллиарда рублей. У нас мониторинги это плановые, шли каждый год. Мы стараемся эти мониторинги проводить именно в момент сезона рабочего. Он у нас короткий достаточно, то есть сезонность работ присутствует однозначно. Проведены мониторинги пяти участков региональных автодорог, которые подпали под национальный проект безопасной и качественной дороги. Вопросов очень много. По четырем участкам у нас однозначно стоит вопрос о том, что их вводить нельзя. В этом году у них вот этих объектов. Вводить их нельзя, потому что работы либо выполнялись с нарушением технологии, использовались материалы, те, которые не должны были использоваться, то есть не прописанные контрактом и проектом по этим объектам. Были нарушены условия сезонности работ, то есть проводились работы, которые уже в минусовых температурах производиться не должны были. По этим вопросам представители Магаданского ОНФ встретились с губернатором Магаданской области и пришли к общему знаменателю, что нужны качественные автодороги региону. Но так как качество в этом году уже нельзя проверить, потому что дорога уже смерзлась, где-то и вовсе покрылась снегом. Все приемки работ будут производиться весной, после оттайки. Если дорога будет не соответствовать, деньги подрядчикам выплачены не будут, деньги будут возвращены в федеральный бюджет, а подрядчикам за свой счет придется эту дорогу переделывать. Это так. В конце концов, мы уже неоднократно ранее сталкивались с тем, что подрядчики делают тяп-ляп, то есть как они умеют, но при этом работа принималась. Правительство Магаданской области, это еще до нынешнего губернатора. Приемки проводились в декабре месяце, когда эти недочеты невозможно было увидеть. А потом, мол, типа потом доделается. В результате у нас дорог не было. Просто... Такого финансирования, как в этом году, у нас не было еще никогда. Но несмотря на это, подрядчики не выполнили поставленную перед ними задачу. Но здесь в большей степени не к подрядчику вопросы, а к самому заказчику. Как он контролирует ход работ и почему на многое закрывает глаза. Магаданские школьники могут больше узнать о кино. Ежегодная акция «Культурный марафон» стартует 8 ноября и продлится до 10 декабря. Приурочен проект к особенной исторической дате. 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс. Школьники смогут пройти онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством. Организаторы проекта – Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ и Яндекс. Материалы теста подготовили эксперты крупнейшего русскоязычного интернет-сервиса о фильмах. Чтобы принять участие в культурном марафоне, нужно зарегистрироваться на сайте. Присоединиться к проекту могут все желающие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова